МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите информационную программу ДОЙЧЕ ВЕЛЛИ ДВ НОВОСТИ. Здравствуйте. Наши главные темы сегодня. Кавказ – дело тонкое или как объяснить особый статус Рамзана Кадырова и вверенной ему Чечни? Российское антидопинговое агентство восстановили в правах, но другие санкции не отменены. И поколение гаджетов за и против запрета смартфонов в школах. Воистину царский подарок на этой неделе сделал Владимир Путин Рамзану Кадырову. Указом президента России в собственность Чечни перешла нефтяная компания Чеченнефтехимпром. Ранее она находилась в федеральной собственности и на правах аренды управлялась компанией Роснефть Игоря Сечина. Кадыров добивался передачи предприятия три года. И вот, наконец, и по стечению обстоятельств, аккурат ко дню рождения чеченского лидера, у главы республики появится не только своя гвардия, свой спецназ, свои правила и методы их соблюдения, но и более тысячи нефтяных скважин, пара баз и несколько сотен километров нефтепровода. Чем объясняют такой особый статус и самого Кадырова, и вверены ему земле немецкие эксперты, выяснял Захар Бутырский. Многие аналитики считают, передачей нефтедобывающей компании Чечне Путин хотел поощрить Кадырова и ущемить Сечина. Вообще, судя по всему, Рамзану Кадырову можно говорить и делать то, что не позволено ни одному другому политику в России, кроме Путина. Примеров тому множество. Так, пару лет назад глава Чечни буквально разрешил убивать силовиков из других регионов РФ, действующих на чеченской территории, без ведома МВД или Кадырова. Я вам оцензаю, что если без вашего, без ведома вашей территории появляется, не имеет значения, будь он москвич или старобучан, отрывает огромное поражение. С нами должно считаться. Никаких санкций от Москвы за это не последовало. Как отмечают правозащитники, Кадыров пользуется неким иммунитетом, в каких бы преступлениях его не обвиняли. Да и сам позволяет себе угрожать расправой российским судьям. В частности, когда суд признал книгу Кадырова об исламе экстремистской. Он преподает уроки и футбольным судьям. Многие эксперты считают странным, то, что закон о призыве в армию РФ на жителей Чечни не распространяется. И обращают внимание на то, что у Кадырова есть фактически собственная армия. А его безопасность охраняет целый моторизованный полк внутренних войск МВД России. Кадыровцы. По утверждениям некоторых СМИ, чеченские силовики имеют особый иммунитет, даже находясь в Москве. Убийцу Немцова Кадыров назвал настоящим патриотом. Приговор Зауру Дадаеву назвал странным. По мнению ряда российских журналистов, высока вероятность того, что в убийстве замешан и сам Кадыров. Тем временем президент Путин, по мнению наблюдателей, даёт понять, что всецело поддерживает действия Кадырова. Аналитики полагают, это благодарность за то, что он держит неспокойную республику в повиновении. «Можно сказать, что Кадыров получил свою безграничную власть от Кремля. Все происходящие в Чечне конфликты имеет право решать он и только он. И Москва вроде бы больше не имеет к ним отношения». Правозащитника Айуба Титиева, главу представительства общества «Мемориал», чеченские власти удерживают в заключении якобы захоронения наркотиков. И это лишь один из фактов, говорящих о правовом произволе в Чечне. Давление на судей и депутатов, масштабная коррупция, преследование и даже убийство геев подкреплены десятками свидетельств. «Серьезная проблема в Чечне заключается в том, что люди просто не понимают, как должны себя вести. Они подвергаются различным репрессиям, штрафным мерам и полному беззаконию со стороны властей». Но российская генпрокуратура этих фактов не подтверждает. В Чечне сейчас будто бы нет военного конфликта, но тысячи беженцев бегут оттуда в Европу, словно от войны. В австрийском Зальцбурге с этого четверга проходит двухдневный неформальный саммит ЕС. На повестке дня и отравление в английском Солсбуре, и Брэкзит, до которого осталось ровно полгода, и проблема всех последних лет – беженцы. Представители Евросоюза снова попытаются договориться о квотах по их распределению. Австрия уверяет, что так называемый «балканский маршрут» для беженцев закрыт, но это не совсем так. Многие беженцы оказались закрытыми в Сербии и Боснии. Только через Боснию, по данным Брюсселя, в ЕС уже попытались попасть до 4 тысяч человек. Многие из них собираются у центрального вокзала в Сараево, чтобы оттуда добраться до боснийско-хорватской границы. Беженец из Афганистана Нейматулах в Азерии чудом смог добраться до Сербии, а оттуда до боснийского городка Бихач. Он находится прямо на границе с Хорватией, страной-членом ЕС. Но попасть в Евросоюз молодому человеку не удается. «Венгерская граница. Много раз пытался ее пересечь. А также румынскую и хорватскую границы. Там нас, беженцев, часто избивают». Такие обвинения не единичны. В качестве примеров приводятся подобные фотографии. Беженцы утверждают, что хорватские пограничники издеваются над ними и систематически их избивают. Мы пересекаем границу с соседней Хорватии. Там мы излагаем шефу пограничной полиции претензии беженцев. «Думаю, в этой ситуации многое искажено, потому что кто-то хочет возложить ответственность за побои на хорватскую полицию. Думаю, что эти травмы и раны – результат потасовок беженцев между собой». Граница с ЕС пролегает там, где во время боснийской войны была фронтовая линия. Район вокруг Бихача, где большинство жителей – мусульманские боснийцы, во время войны находился в окружении. «В 92-м году здесь было более 50 тысяч беженцев. Так что сейчас здесь число мигрантов сравнительно невысокое. Многие считают, что беженцев много, потому что по этому вопросу нет решения». Ситуацию осложняет тот факт, что в октябре здесь будут проходить выборы. В многонациональной стране всё ещё доминируют националистические партии. Вину за проблемы из-за наплыва беженцев они сваливают друг на друга. Евросоюз выделил более 7 миллионов евро организациям ООН для помощи беженцам в регионе. Но многие в Бихаче считают, что этой меры недостаточно. За 20 послевоенных лет близ реки Уна удалось создать базу отдыха, приносящую, хотя и скромный, но всё же доход. Здесь можно часто встретить туристов с Ближнего Востока. «У нас много гостей из арабских стран. Им не хочется попасть в ситуацию, когда полиция будет проверять их документы, полагая, что они мигранты. Поэтому туристов сейчас стало меньше. Но мы вложили много средств в этот бизнес». Такие настроения в регионе делают положение для беженцев невероятно трудным. Многие из тех, кто живут прямо за внешней границей Евросоюза, считают, что чиновники в Брюсселе просто пытаются отодвинуть решение миграционного вопроса подальше от себя. Российское антидопинговое агентство Русада восстановлено в правах. Решение об этом приняло в четверг Всемирное агентство ВАДА. Правда, восстановление Русады не означает автоматического снятия других санкций, введенных против России из-за допингового скандала. Так, возвращение российских атлетов, чья национальная федерация была дисквалифицирована в 2015-м, под национальный триколор и другие символы России, станет возможным лишь после решения Международной федерации по этому виду спорта. И к другой российской теме. Скандальные выборы губернатора Приморского края признаны недействительными. В четверг местный избирком отменил их результаты. Решению предшествовала волна возмущения и острая дискуссия в соцсетях по поводу фальсификации итогов выборов в пользу прокремлевского кандидата. В результате ЦИК рекомендовал Краевой комиссии результаты выборов отменить из-за массовых нарушений и фальсификаций. Кто теперь будет руководить Приморьем, а также другие новости четверга в нашем обзоре. Кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко поддержал решение об отмене результатов выборов губернатора Приморского края, назвав его честным. Он останется исполняющим обязанности главы региона до новых выборов, которые должны состояться не позднее 16 декабря этого года. Представитель КПРФ на выборах губернатора Приморья Андрей Ищенко напротив намерен обжаловать в суде решение избиркома. По его словам, не исключено, что он примет участие в новых выборах. Президент Южной Кореи Мунь-Джи Ин завершил визит в КНДР. По итогам его встречи с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном было подписано совместное заявление о намерениях продолжить усилия по ядерному разоружению корейского полуострова. В понедельник президент Южной Кореи отправляется в США, где встретится с Дональдом Трампом, чтобы проинформировать его о результатах прошедшего в Пхеньяне межкорейского саммита. Количество нападений на журналистов в Германии в 2018 году резко возросло. По данным Европейского центра по свободе печати, с января текущего года в стране произошло 22 таких инцидента. Почти все эти нападения проходили в ходе правоэкстремистских демонстраций и мероприятий, особенно в федеральной земле Саксония. Только в Хемнице в ходе недавней акции протеста жертвами нападений стали 10 работников СМИ. Такой рост числа нападений зафиксирован впервые за последние три года. Абсолютное большинство россиян поддерживает запрет на использование смартфонов и других гаджетов в школах. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, за запрет мобильных высказались три четверти опрошенных россиян старше 18 лет. В России, например, пока, как и в Бельгии, каждая школа вправе сама решать, запрещать или разрешать пользоваться мобильными во время занятий. Во Франции нынешний учебный год начался с тотального запрета на гаджеты. Подобная мера применяется и в немецкой Баварии. В остальных федеральных землях правила пока такие же, как в России и Бельгии. В классе учителя Кристиана Шмидта царят тишина и порядок. Мобильные телефоны здесь запрещены. На время урока они должны быть выключены и убраны со стола. И все же полностью отказаться от них трудно. Такое ощущение, что чего-то не хватает. Хочется быть в курсе происходящего. И если другие уже что-то знают, тебе тоже надо это знать, чтобы понимать, о чем речь идет. В этой гимназии в городе Трир на западе Германии использование мобильных телефонов вообще-то не разрешено. Но в действительности запрет соблюдается только перед экзаменами. Ведь подглядывать строго запрещено. Соблазн попробовать есть всегда, но в конце концов не решаешься. Смелости не хватает. Тем, кому хватает смелости и кто попадается с поличным, ставят плохие оценки. Директор школы старается ограничивать использование смартфонов. И большинство родителей его поддерживает. Мы видим, что запрет мобильных телефонов очень положительно влияет как на концентрацию внимания школьников, так и на их общение между собой. При этом учителя не имеют ничего против мобильных телефонов в принципе. Мой опыт говорит о том, что чем больше смартфон используется в учебных целях, тем меньше конфликтных ситуаций со школьниками из-за запрета. Учитель Кристиан Шмидт разрешает своим ученикам использовать смартфоны в учебных целях, например, для поиска информации в интернете. Считаю, что это вполне нормально, и школьники тогда не чувствуют себя обделенными. Сами школьники тоже поддерживают такой компромисс. Взрослые должны понять, что без техники и без интернета сегодня никуда, и что школьникам нужны смартфоны. Как бы то ни было, в этой трирской гимназии безлимитное использование интернета разрешено только старшеклассникам и лишь в специально отведенном помещении в школьном подвале. А что думаете вы по поводу использования гаджета в школах? Пишите нам свое мнение в комментариях к этой передаче. У меня все на сегодня. Развитие событий и ДВ Новости расскажут завтра, в том числе и на каналах наших партнеров. Все вам самого доброго и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова